Пасха – это семейный праздник. Его принято отмечать с родными и близкими. Вот только некоторые солдаты будут отмечать его в зоне боевых действий. Чтобы подарить частичку праздника, запорожские волонтеры передадут им такие вот корзинки с традиционными лакомствами, которые они собирали всем городом. Студентка Ирина на перемене спешит в пункт приема. Здесь собирает гостинцы для солдат. Люди уже активно сносят продукты, в основном домашнюю консервацию и сладости. Люди приносят всего по трошку, у кого, что есть дома, делятся. Кто приносит консервацию, кто с печи выкупает, кто из нас есть девчатка, который вас наруч почует, вы на сегодня принесли, спекли. А вот студентка Екатерина принесла домашнее печенье, готовила его сама. Для этого пришлось вставать раньше, но это не смутило девушку. Я принесла печенье, волосноручь, с ранку с печенью и варенье, которое мы с дедусем влитку делали сами, чтобы был хороший настроек и что к чаю. В зоне АТО служат ее знакомые. Сейчас они практически не общаются. Катя решила на праздник побаловать их домашней выпечкой. Екатерина уверена, такие лакомства очень важны для солдат, ведь это не только вкусно, но и приятно. Там они знают, что о них заботятся и уверены, что их ждут. На акцию волонтеров вдохновили сами бойцы. В преддверии праздника бойцы в зоне АТО часто вспоминают, как отмечали светлое воскресенье дома. Именно они, вспоминая Пасху, всегда говорили, что вот у меня мама пекла пасочки, красила яйца. И от этого уже оттолкнувшись, мы решили, что им тоже нужно подарить кусочек этого праздника. Сначала акцию объявили в школах, потом присоединился горсовет, облгосадминистрация. Ночью 11 апреля волонтеры отвезут гостинцы на передовую. Поэтому мы решили, что то, что каждый из нас ставит на свой стол, было бы приятно, чтобы мы отвезли точно такое же все и ребята. Пункты приема продуктов есть в Запорожской областной библиотеке для юношества, главном корпусе классического приватного университета, в Запорожском областном центре молодежи и центре арт-простор. Также контейнеры для сбора угощений будут установлены на рынках города. Кроме Запорожья, акция проходит в Пологах и Мелитополе. Напомним, она продлится до 10 апреля. Поэтому у всех желающих есть время принести гостинцы для солдат. Оксана Якименко, Константин Пороскевич, ТВ5.